В администрации городского округа в дистанционном режиме состоялось заседание Президиума Регионального политического совета партии «Единая Россия». Депутаты подвели итоги исполнения решений Президиума 28 февраля, отметили особенности подготовки к единому дню голосования в 2022 году и представили проект «Полит-стартап». Подробнее в нашем сюжете. Сегодня я тоже хотел бы сделать промежуточные итоги нашей работы. За прошедший период времени, почти две недели, мы отработали в этом режиме. Ну и показать цифры, где мы находимся, чего смогли достичь. С 23 февраля по 10 марта в городских округах Московской области сформировано 57 местных штабов для оказания поддержки беженцам. Отправлено 9 фур гуманитарной помощи общим объемом более 160 тонн. Также осуществляется поддержка экономики граждан и бизнеса в условиях санкций. Предоставление зарплатных кредитов, субсидирование создания рабочих мест для лиц, потерявших работу в связи с введением санкций, регулирование цен на продукты питания, ограничение роста тарифов на ЖКХ. С 1 апреля малообеспеченным семьям по инициативе президента будут выплачиваться пособия на детей от 8 до 16 лет. Заместитель председателя правительства Московской области Мария Нагорная отметила особенности подготовки к единому дню голосования 2022 года. Мы должны в большей степени говорить о будущем. О будущем, о том, что мы готовы помогать и защищать. Я максимально уверена, что ритм партии не будет падать. Также депутат Государственной думы Федерального собрания Российской Федерации Александр Толмачев представил проект «Политстартап». Чтобы стать участником проекта, необходимо быть гражданином Российской Федерации возрастом до 35 лет. Конкурс проходит в 12 муниципальных образованиях Московской области. Регистрация участников осуществляется до 30 апреля. Дмитрий Гринчев, Денис Заугольников, телеканал ЛРТ.